Здравствуй, милок! Бабушка, как золотую рыбку повидать, а? Ты-то уж в курсе дела? Да вот оно, море-то рядом. Тьфу, ей-ей-ей. Знаешь, только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Главное, она еще мне будет рассказывать, как будто что-ли я не читал. Так ведь я-то не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морскую. Я-то уж с ней быстро договорюсь. Тьма. Первое, что осталось в моей памяти. Мне было темно. И холодно. Еще мне было страшно. А потом, потом я увидел луну. Она была такой большой и такой яркой. Мне показалось, что лишь только выглянув, она мигом прогнала тьму. Вместе с тьмой ушел и мой страх. Как я там оказался? Что было уготовано мне судьбой? Мне неведомо до сих пор. И сомневаюсь, что когда-нибудь смогу это узнать. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? Или по какой причине? И какой из этого следует вывод? Ой, какая радость! В телевизоре вашей маме один дядя с большими усами цветы подарил. Я бы этому дяде с большими ушами уши-то подкрутил. Это не для меня. Для зайчат. У меня дома зайчата голодные. Плохо детям без отца. Будут плакать без конца. Ушастик-пушистик, звонок-прыгунок. Все по лавкам, скок-поскок. Четыре сыночка и лапочка-дочка. Иди. Ку-ку. Ку-ку-ку-ку. Ну, что раскуковался-то? Домой пора, а ты все ку-куешь. Что творится? Что твор... Котенок гонится за щенком. Не, ну, так не бывает. Это телевидение? Да. Это отдел жизни привидений? Эээ, да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Простите, если я была пред вами виновата. Теперь наш дом сгорел до тла. Пустите нас, котята! Будь благодарна, Аня. Я благодарна, что освободилась. Налево на завод. Если я пойду налево, так и останусь все это. А если я пойду направо, что меня там ждет? Тот, кто дал мой кулон, видно, меня любил. Это бред. Я и в Париже. Господи, дай мне знак. Куда идти? Намекни. А как мне летать охота? Ладно, помогу тебе, Ваня. Удержишь в руках инструмент, корабль летучий построишь. КОНЕЦ Теперь слова нужны заветные. Без них не понимешься. А кто же их знает? Сестрицы мои знают. Они летают, они и знают. Иди по тропинке, она выйдет. А мне спать пора. Что с тобой, Кеша? Кеша, что случилось? Что случилось? Что случилось? Он сейчас спрашивает. С щенком гуляй, за собой убирай. В чём я хожу? В чём я хожу? В обносках, в арванине, как золушка. Всем всё привозят, всё покупают. А мне? Кеша, как тебе не стыдно? Кеша, как тебе не стыдно? Кеша, как тебе не стыдно? Это мне-то стыдно? Это тебе должно быть стыдно. Ну вот, выбирай. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это, это мне, это ты мне! Прощай, наша встреча была ошибкой. Кеша! Погоди, мальчик, даю тебе три минуты на размышления. Вот часы. Если до того, как последняя песчинка упадёт вниз, Ты не скажешь, где антилопа, Тебе отрубят голову. Зеркало, открой секрет. Кто красой затмил весь свет? Там вдали, за холмом и рекой, Среди невинных путев, Гномов, живёт Белоснежка. Она, краша, всех. Белоснежка? Её тело зарыто в лесу. Охотник принёс мне доказательства. Вот оно, её сердце. Белоснежка жива, Всех прекрасней она, А в ларце твоём лежит Всего лишь сердце кабана. Сердце кабана? Так он меня обманул! Сварила бабушка варенье, Положила его в стеклянную банку И поставила в шкаф на полку. Вот, Машенька, Сказала бабушка внучке Маше, Будет у нас на зиму Малиновое варенье. До зимы ещё, ох, как долго ждать, Подумала Маша. А варенье, наверное, Вкусное-привкусное. Съёмка я, Всего одну ложечку, Бабушка и не заметит даже. Жил осьминог Со своей осьминожкой. И было у них Осьминожка Немножко. Все они были Разного цвета. Первый — зелёный, Второй — фиолетовый, Третий — как спелая ягода, Красный, Словно дети, А тюбики с краской. Красный Cola — Немножковый осьминожка. Адемия — Словно айта. Осьминожки, Словно20 — Словночка. Словно-повъ. Продадал這是 мойúsica. Словно-повъ,